приветствую вас друзья с вами Наталья Луната и наша минутка о войлоке в таком даже для меня неожиданном формате но говорить я вам буду о материалах для валяния шелковых волокнах которые замечательно можно применять для арт войлока но говорить вот по какому поводу получила сегодня посылку из Индии из Осама от Пуджа Силк Хаус с образцами ну вот это вот все роскошество это всего-навсего-то по сути дела это килограмм шелка шелковых волокон образцы тканей ниточек вот это изумительное богачество это вот чуть больше килограмма хочу рассказать вам о очень большом ассортименте этих волокон потому что но это большая редкость когда вдруг в одном месте ты можешь найти столько материалов которые и подходят для войлока и сочетаются между собой интересно и для темы нашей войлок и трикотаж это тоже очень хорошо и ткани хорошие из которых можно что-то шить потом комбинировать с войлоком то есть вот это вот все разнообразие оно у наших индийских друзей оно есть они сами это делают причем у них много пряжи именно ручного придения и по сравнению допустим с европейскими американскими магазинами ну и российскими в том числе где это все уже перепродают у них это все по очень очень лояльной цене хотя это товар не копеечный потому что это очень высококачественные волокна ткани и пряжа но вот из того что уже давно знакомо да но все равно положили мне в посылочку я смотрю волокна шелкотаса приятные они такие на ощупь необычные и волокна красного эли очень люблю этот натуральный рыжий такой вот рыжий яркий рыжий цвет это не окрашенные шелковые волокна это натуральные оттенки ну конечно же привычный нам малбери даже ощущение шелковистый маслянистый вот это вот растянутые в так называемые сил кейкс шелковые коконы это тассар а нет это даже это ретель это я должна буду сейчас читать вот это муга вот это муга вот это муга вот это коконы белого эль вот такие вот сил кейкс размягченные соответственно это у нас именно вата шелковые отчез это малбери очень хорошо для фактурок самых разных вот вот это тассар в таком же вот формате да так это у нас белый эль великолепного качества просто вообще волокна изумительного качества так а вот это вот уже да вот это голден муга конечно это ничем не спутаешь он сияющий вот что еще особенно интересное много пряжи пряжа очень интересная и из шелка малбери пряжа необычная не беленная пряжа из шелка малбери мы к ней не привыкли вот эта пряжа конечно она не вручную вот эта тоненькая вот но зато она равномерная хороша будет конечно и для дальнейшей окраски и для вышивки для тонкого вязания крючком для обвязывания деталей а вот это вот пряжа кусочек я смотрю он более слабый скрутки другая на на ощупь волиан да то есть другой артикул будет а вот это вот посмотрите какая интересная толстенькая такая вот это уже не ровница это но интересным так вот неравномерно скрученная вот это вручную спрядиная шелковая пряжа она такая легкая такая мягкая я не знаю шелк можно сравнивать только шелком вот такие вот варианты да и но это вот я уже просила до более серьезное количество это тоже пряжа малбери потому что вот это вот а я хочу попробовать для обвязывания деталей изумительно изумительно это премиальное качество дальше из пряжи что интересно из красного или неокрашенного вот с этим изумительным рыжим оттенком есть у них два вида две толщины пряжи получается одно 150 метров в 100 граммах и 300 метров 100 граммах потоньше и потолще я эту пряжу рекомендую рекомендую и для вязания и для валяния для приваливания для создания разнообразных декоративных эффектов да она дорогая но тут вот цена абсолютно оправдана и это пряжа очень-очень легкая вот точно так же есть пряжа из золотого шелка муга который мы все так любим и тоже вот она потоньше и потолще то есть вот у меня моточки целые а вот это образцы да есть 150 грамм 150 метров в 100 граммах более толстенькая и 300 метрах тоненькая точно так же и для вязания и на спицах и крючком и на вилке кстати вот поскольку вот это вот пляжа хорошие скрутки я уверена она и на вязальной машине пойдет вот вот такая вот тоже тоже муга еще один артикул средний вариант очень хороша очень хороша прямо ну это лакшери конечно это 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 самый самый высший сорт что еще можно пожелать дальше из экзотики такой да чего прислали много и я очень довольна очень рада саресил до шелк саре мы знаем что и восстановленные волокна используются вот мне интересно было получить шелк отбеленные уже саре потому что мне я крашу сама и мне интересно было бы покрасить вот толстенький вариант такая ниточка эта ниточка неравномерная она ну видно что она спрятена вручную она где-то толще где-то тоньше есть есть совсем самая толстая ниточка если сравнить чувствуется разница а вот это вот уже ниточки то спрятены не вручную конечно на машине но это самые тоненькие такими можно и сшивать и обвязывать и вышивать очень хочу попробовать как они будут прокрашиваться абсолютно уверенно что все будет прекрасно то есть ну вот просто уже чувствуется дыхание ну что еще саре да ткани саре ленты шелковые причем вот я смотрю именно у этих производителей это не просто те ленты саре которые там на ebay мы где-то можем купить где шелк очень толстый всякий разный подряд здесь именно тот шелк который по структуре подойдет для декорирования войлока то есть вот они ленточки причем цветные вот это не отбеленный шелк отстиранный вот это отбеленный то есть точно вот эти вот ленточки из них потом вот как вариант грубая нитка саре где даже хвостики вот такие торчат но представляете как это интересно можно использовать в декоре это же все вот какие-то детали необычные которые будут украшать войлок классическая привычная уже нам нить саре к которой мы привыкли когда волокна расчесаны из них спрятена толстая нить и ну вот это вот ниточки саре именно сами волокна восстановленные да и они не спрятены но они очень хорошо используются для декорирования очень их люблю они украшают любое войлочное полотно это вот что касается саре то есть видите какое многообразие в чем вот действительно все в одном месте такое богатство пряжей из шелкотаса а вообще шелкотаса вот ну ладно забегу вперед я на фотографии у себя на странице показывала вот это чудо вот это кокон шелкопряда видите вот этот хвостик у него такой есть петелька на дереве крепится этот кокон да там внутри сама гусеница она потом должна превратиться в бабочку но в этом коконе вот вы слышите звон я его так оставлю такой погремушечкой но я как любитель всяких экзотических бога штук скорее всего из этого себе сделаю какое-то необычное украшение но вот из таких коконов именно из таких делаются волокна шелкотаса красивых разных оттенков именно натуральных бело-бежевых вот таких и делается великолепная пряжа вот она потолще а вот эта пряжа мне очень нравится она и спицами и крючком ее легко вязать она сначала такая как бы даже шуршащая и кажется что грубовато после степки она становится очень нежная и приваливается она тоже красиво и интересно а вот из этих самых хвостиков да вот из этих хвостиков делаются дорогие очень ниточки ну потому что сами понимаете какого размера кокон он практически скуренное яйцо а хвостик вот такой вот малюсенький а его еще обработать надо но тем не менее из него тоже делается вот такой вот вариант это очень мягкая и тонкая пряжа ну и вот несколько вариантов погрубее вот этот мне нравится я купила хочу связать свитер мужу вот и есть варианты такие вот которые ну я бы это можно использовать тоже для вязания но мне нравится приваривать вот такие вот грубые виды пряжи из вот этих хвостиков от коконов прямо вот видите она какая она вот сейчас она такая шуршит вообще кстати надо сказать что вот эти натуральные продукты когда достаешь сначала они немножко пылят потому что ну ничем они таким дополнительным там специально не обрабатывают они не вымываются при валянии вот эта вот вся пыль она вся уходит если вы не любите этот эффект ну в конце концов можно масочку надеть для работы да вот коконы с коконами тут вообще отдельная история потому что коконы прислали мне они есть в ассортименте их можно приваривать это красные видите какие они большие интересные это у нас белые или они чуть помельче вот видите пакетик как мутный такой вот они немножечко пылят белые или вот такое вот это малбори не отбеленый вот такие они да вот не кипельно белые малбори у них и вот наш золотой шелк муга когда коконы еще не обработаны ну они имеют конечно не очень праздничный вид тем не менее когда вот из них начинают волокна распускать вот получается та самая красота которую мы обожаем это вот что касается коконов так что еще я вам ага я еще не рассказала ну вообще то что покорило мое сердце вот такая вот удивительная пряжа я по точнее про нее потом узнаю у производителей называют они силкву как я поняла по составу тут все таки есть еще шерсть потому что ну пряжа не обычная очень приятная она хорошо спрятена она ровненькая я думаю что она будет хорошо держать рисунки чем еще очаровали это пуговки из вот этих больших коконов тассера да то есть вот я очень не люблю когда необычные действительно красивые войлочные вещи рукодельные ручные такие украшают ну украшают используют фурнитуру всякую дешевую ширпотребную да там какие-нибудь красивые необычные жакеты на него приделали копеечные китайские кокосовые пуговицы ну все впечатление а вещи сразу портятся я считаю ну так это не алло вот такого варианта пуговки как я вижу их можно еще будет покрасить потому что шелк очень хорошо кислотный красители берет вот это очень интересный вариант да это вот из того что меня удивило и мне очень очень понравилось смотрите на столе становится свободнее мне даже как-то обидно вот это пряжа ну это роскошь честно говоря я мечтала с ней поиметь дело и я вот уже сейчас видя ее именно вот как пряжу пока я понимаю как хороша она будет в вязании это бленд шелка эри белого эри и вот этих вот хвостиков от коконов тасара она рябенькая такая вот прямо в 100 граммах прислали четыре матушечки таких то есть они по 25 грамм это пряжа ручного придения вязать будет отлично приваливать будет отлично можно создавать будет всякие разные эффекты ручного ткачества полотна ну то есть в общем тут есть где развернуться с образцами тканей вот тоже как бы отдельно я не любитель покупать ткани вот онлайн мне всегда надо посмотреть в живую и поэтому вот коллеги индийские друзья они отнеслись к этому с пониманием они прислали мне образцы ну в общем я в восторге теперь я знаю что спокойно могу именно у них заказывать да то что мне нравится потому что ну из натуральных волокон ткани такого уровня здесь у нас в Канаде допустим они баснословно дорогие к ним просто страшно подступиться шелковая органза причем это уже обработанный шелк очень хорошая по плотности по тому как соткана очень хорошее так вот но оно легкое и можно использовать для разнообразных декоративных моментов для луновойлока это можно использовать вот еще вариант это у нас что это тоже шелк тассер и это тассер только цветной шелк уже видите вот с таким рисунком так это дикий тассер ой как я люблю вот это вот с узелочками прямо руки радуются глаза радуются и вот это вот очень мне понравилось это Эли и Малбери бленд шелковая сетка очень я уверена она будет очень хорошо приваливаться очень приятный материальчик вот это образцы именно тканей а это образцы шарфов вот наверное единственное ну вот как можно считать недостатком как обшит этот шарф потому что ну ладно как сэмпл ладно но так для работы конечно немножко грубая обработка края и но сам шелк очень хорош вот и сами по себе вот готовые палантины которые можно взять либо в покраску либо как базу для ажурных разных проектов чем хороши край обработан край обработан прекрасная аккуратненькая очень бахрома то есть практически разложили рисунок или покрасили допустим вот у вас готовый проект такого же плана совершенно роскошный палантин но вы знаете вот не поднимется у меня рука в нем что-то менять это такая красота большущий палантин сотканный вручную со всеми вот этими вот узелочками да тоже шелкотасар но это я как любительница боха буду носить сама вот такая вот красота и великолепие все это помогает нам купить сопровождая на русском языке тех кому сложно общаться напрямую на английском Светлана Якобсен есть ее магазин я под видео как всегда даю вам ссылочку на этот магазин и мало того я хочу вам сказать что вот сейчас в марте до первого апреля Светлана решила сделать вместе с индийскими коллегами ссылку 35 процентов вот просто на весь ассортимент этого шелка поэтому друзья мои успейте воспользоваться моментом вы не пожалеете собирайтесь коллективами это очень выгодное приобретение это очень приятно и полезное приобретение у меня прошли в прошлом году два таких подробных очень больших онлайн вебинара о шелке о разных видах шелка и они есть на моем сайте это практически энциклопедия шелка для арт войлока очень рекомендую вам не из-за того что рекламирую вот именно свои уроки а просто ни у кого таких подробных вебинаров даже не вебинаров попытки систематизации шелка такой не было ни у кого ну и плюс там именно практические мастер-классы и вот все то что я вам сейчас показала всякие ниточки волокна тканюшки плюс еще в три-четыре раза больше показано именно в работе как этим пользоваться так что милости прошу на мой сайт проект минутка о войлоке продолжается я правда не могу так часто сейчас делать эти выпуски но тем не менее буду стараться что-то для вас познавательное все время организовывать делитесь информацией с вашими друзьями в социальных сетях ставьте лайки если вам интересно я желаю вам наконец-то уже весны отличного настроения легкого валяния красивого войлока пусть у нас у всех все будет хорошо